Реалізація потребований у директивы президента номер один и готовность установ адвокации до нового научального года. На сегодняшнем посяжении Гомельского облавы Канкама обмеркованных шерах актуальных для региона питаньев. Под обязанностью в материале наших корреспондентов. Анализ деятельности мясовых, выканавших и распорядочных органов по реализации положения у директивы свечить. Комплексная работа приносит пылные остановчие выники. Зменшается количество загинавших у дорожно-транспортных здарениях и однических выпадков на воде. Правда, одночасово означается рост колькастей ахвер на пожарах и на вытворчасте. Ситуация на предприемствах у вогулі выкликает заклопоченность. Нередко формальный подход до выканания правил техники безопасности и працевниками и керавництвам, а так само эксплуатация несправного обстрелявания. Это, бадай, основные и поколь достатково расповсюдженные причины, которые приводят до смертных случаев и тяжкого травматизма. Почас посаджения балвыканками означается, эффективной мерой по профилактице порушения операционной и выканавшей дисциплины может стать деятельность мобильных групп ГАР РАЯБЫ КАНКАМОВ. У первой погоды они провели около 650 рейдов, подчас яких выявили больше 9 тысяч порушений. Амальпалова з'ях по ахове працы. Факты находжения работников у стане алкогольного опьянения зарастали больше редкими. Але выключениями усе ж таки не з'являются. С початку года мобильной группы зафиксовали 10 таких выпадков. Теме уживания алкоголю на посаджении у воголе особливая увага, причем не только на вытворчастях. Домашний алкоголизм и семейное насилие – факты, які так само оказывают знашный уплыв на стан громадской безпеки. Что тышится самых небеспечных галин, то тут сумное лидерство покультримая сельская господарка. Наиболее травмоопасная отрасль традиционно сохраняется за сельским хозяйством. Хотя надо отметить, что в этом году положительная динамика как по смертельным, так и по тяжелым случаям в этой отрасли наметилась. Также в этом году наметилось увеличение несчастных случаев в организациях безведомственной подчиненности. Планируем в следующем квартале провести месячник по предотвращению и предупреждению несчастных случаев в этой отрасли. Ну и традиционные еще такие отрасли – лесное хозяйство, строительная отрасль – тоже требует особого внимания. Пытание не меньше актуальная подрыхтовка школ. По великим рахунку тут размова у першую шаргу так само об безпецы. На гэта раз навученцам и наставникам. Пытание комплексное. Тут исправность школьных автобусов и ликвидация с территории аварийных древ и объектов. И ведома санитарный и пожарный стан самих установ аддукации. Пачас подрыхтовки до нового навучального года зроблено шмат. Проведены косметичные и капитальные ремонты, адновлена мэбля, набыта в учебные обсталявания, але и напереде яше шмат работы. Отрыманы вопыт по дистанционным навучанне свечись. Каб зарабить гэты процесс больше эффективным, необходимо массово заменяться старелые компьютеры. У некоторых школах их узрост первышая 15 годов. Ещё одна задача – ликвидация недохопов, выявленных под час летошней. Комплексные проверки установ аддукации. С прошлого года нас мониторили различные службы контроля. Это и комитет государственного контроля, это областной центр эпидемиологии, другие службы МЧС. И в связи с этим было сделано много предписаний нам, выставлены различные претензии. Мы постарались их трансформировать в план подготовки. Этот план только по комитету государственного контроля состоял из 702 пунктов. И на что потребуется в течение 5 лет чуть более 71 миллиона рублей. Что касается нынешней подготовки, то мы потратили более 16 миллионов, кроме этого более 2,5 миллионов из мебюджетных средств, заработанными своими силами. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».